Когда мастер приступает к инструменту, вначале нужно пройтись по всей кавиатуре. Георгий Новиков по специальности педагог по классу фортепиано. Но с детьми не занимается, а предпочел пойти другим путем. Уже более 30 лет мужчина работает в детской школе искусства настройщиком фортепиано. В эту профессию он пришел по стопам отца. Папа работал до меня в этой школе. Тогда еще это было здание на Мира-17. А получается, что я его сменил. У меня было дома два пианино. Я на них тренировался, обучался настраивать инструменты. И в принципе уже навык был. Небольшой, но был. Главное для настройщика терпение. Настроечным ключом надо действовать аккуратно. Важно не только настроить инструмент. Надо сделать так, чтобы он держал строй. Если настройщик не профессионал в своем деле, то после пяти-шести ударов по клавишам звук будет не тот. Сначала настраивается центральная октава, делается темперация, сводится. Она должна быть настроена без ошибок. Потому что если будет хоть одна ошибка в настройке в центральной октаве, эти все ошибки повторятся во всех октавах. Вверху в дисканте и в басах внизу. Мое мнение, настройщик становится действительно мастером. После того, как он проработает как минимум 10 лет. На плечи фортепианных мастеров ложится настройка и реставрация инструментов. В идеале срок полноценной службы пианино не должен превышать 50 лет. По словам Георгии, инструменты, как люди, устают и изнашиваются. В планах у Георгия Новикова совершенствоваться в своей профессии. Мужчина планирует поехать на обучающие мастер-классы в Москву и другие города России. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.